Всем привет, с вами Информ ТВ. В этом году исполнится 20 лет со дня смерти выдающегося актера Георгия Жжонова. Этот человек оставил неизгладимый след в кинематографе. Жжонов сам признавался, что его жизнь была полна противоречий и случайностей. «Вся моя жизнь – сплошная ошибка, героя, резидента и т.д.», – говорил он. Его путь в искусство начался с поступления в эстрадно-цирковой техникум. Туда он отправился в 15 лет, взяв паспорт у старшего брата. Но судьба неожиданно привела его в кинематограф. Участие в фильме «Ошибка героя» стала его первым шагом в мире кино. Несмотря на успешную карьеру, жизнь Жжонова была омрачена тяжелыми испытаниями. Всего через шесть лет после дебюта он был арестован по обвинению в шпионаже. Актер просто разговорился на дороге с каким-то американским туристом, и все это омрачило его жизнь. Освободившись в 1945 году, он долгое время не мог вернуться в кино, но после реабилитации начал все с чистого листа. Его роли в картинах «Ошибка резидента», «Экипаж» и «Берегись автомобиля» стали настоящими бриллиантами кино. Личная жизнь Жжонова была насыщена событиями, но, несмотря на все трудности, он всегда оставался преданным семье. У него было три дочери и пять внуков. Последние годы жизни Жжонова были омрачены болезнью. После очередного юбилея рак Левких унес его жизнь. Его внучка Полина, с которой он был особенно близок, умерла всего через восемь лет от сердечного тромба. Они оба покоятся на Новодевичьем кладбище. Жена актера Лидия Малюкова пережила его на 16 лет. Ее не стало три года назад, но место захоронения неизвестно. А вы помните этого актера? Пишите самые любимые роли в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok